приветствую вас давайте продолжим беседу которую вы начали после того когда посмотрели мой рассказ про лешку благодарю всех кто посмотрел благодарю всех кто написал комментарий действительно в некоторых комментарий очень интересно я так понимаю что мы можем продолжить беседу и задать вопрос а что ж неправильно сделали что же неправильно я так понимаю что мои зрители ведь хотят хотят добиться успеха давайте действительно этом примере разберем что неправильно сделал чтобы вы такие ошибки не допускать и так рассаживайтесь будем ну для начала еще раз хочу обратить внимание это литературное произведение но название ранее по да я знаком с этим его звать не олег я звать немножко по-другому вы сами понимаете понятно делать понимаете я не могу его представить какие мысли в него были когда он там ну сидел у себя дома хотя знаю и он живет ни разу не был просто такси за когда его я просто не пересекался на телевидении бывали случаи и когда такси заказываем назвал адрес почему именно его помещение но я понимаю что-то такое да он действительно кандидат наук кандидат экономических наук доцент я ему немножко добавил он не доцент может и доцент я не знаю он работает шарашки я тоже знаю но этот сам сказал он назвал просто это учебное заведение это шарашки честно говоря не могу сразу но не будем мэтту то что он супер-супер за майдан да ну то есть никак познакомиться когда еще был майдан может помнить и блок колоссальный крестомбарафонов каких-то там встретить и вот на одном из них он как бы появился познакомился ну да я но и сетям так по этой причине почему я как бы немножко знаю его ну знаете как познакомиться его грубо говоря по мою даже на фейсбуке у меня не наверно друзьях он есть но там уже не общался так что чем сейчас занимается точно я не знаю это как бы уже немножко так сказать отбросил но то что действительно была у неё эйфория была я знаю это народ вот с этим народным вы его тоже хорошо знаете он действительно ну смотри когда был майдан его показывали чаще он действительно выступал с трибуны так дальше да он такой один с лидер сам настоящих лидеров и действительно он представлялся организатором он входил штаб организации майдан то есть единство что конечно опускаю факты какой партии да сейчас не депутат не депутат и были случаи я с ним несколько раз встречался сейчас тоже на ток-шоу он сейчас приходит на ток-шоу выступать так интегрует власть так дальше причем тогда сейчас там немножко нет вами я не знаю насколько он богат честно но то что тогда при я ценюке он был при кормушке сейчас я не знаю то что он не бедный это тоже факт потому что он приезжает на ток-шоу на очень дорогом автомобиль на очень но я так понимаю что он не глупый человек и я так понимаю что действительно как вам сказать вряд ли он упустил возможность потому что он действительно это отдельная тема да сейчас он не депутат и в общем-то немножко в стороне хотя я думаю со времени может вернется очень возможно потому что такие люди как бы насчет виски ну я опять же не встречался но я знаю это депутата он специалист по виски просто был такой случай ну приехали ток-шоу ждали а в преддверии был новый год ну сами понимаете ну завели разговор про виски вот сразу видно специалист виски ну просто чисто разговор житейский ничего у тебя представил что скорее всего он тоже как специалист понятное дело что я не мог представить что он его обещал но я же не могу но как вам сказать за всю свою жизнь у меня таких встреч таких бесед но понятно дело это я это олежка так вот теперь давайте разберемся что он сделал неправильно ну первых он не совсем понял вот эту встречу знаете вот некоторые действительно очень хорошо написали в комментариях молодцы но я вижу что ребят мац и смотрите политики политики любые когда они даже с вами беседует выключены камеры вот они беседуют пригласить да давайте там за 100 причем действительно есть ужасно как бы сказать такие дружелюбные общительные причем действительно могут вас пригласить в ресторане побеседовать даже стол хорошо накрыть просто поговорить серьезно есть такой политик но они даже когда беседуют с вами в ресторане они не могут прекратить врать но серьезно они не могут остановиться они где так понимаю они не могут даже некоторые случаи соизмерить что здесь нету телекамеры можно не врать потому что они всегда играют тем более политик такого масштаба мальдан выходит на финиш человек понимаешь и сейчас дорвятся не он действительно но как так сказать ну когда вот эти вот эпохальные там все эти штаб он рядышком он там герой амбранизатор он баллон судьбы ну понятно знаете какая у него по этой причине ему конечно было интересно встретиться с олежкой поговорить но хорошим строить под обещать я думаю он с такими как конечно встречался очень просто у него хорошие настроения и по этой причине поймите если действительно так случится что ну так случится что вы будете беседовать с политиком ну может можете с ним побеседовать но если вам интересно но никогда не обращайте внимание на его слова нет вы можете там ее поддержать подискутировать какие-то вопросы это можно но все что вы до него слышали карди сразу потому что то что вам рассказывал это стопроцентное выпендрёжищество фуфло и глупость нет нет поймите это нормально но политик всегда прет всегда он работает на публику и подключить даже когда он что-то вам обещает он работает на публику и тут конечно олежка поймал стадион действительно вот не ну действительно он просто не понимал эту тонкость он почему-то воспринимал потому что вы даже не представляете какие бывают интересные беседы ну когда камеры выключить когда там раз депутаты а два знаете сейчас как пореже а были случаи когда примеру приходили вот на официальных каналах я пересекался там министрами да ну проходил и такой вот особенно когда вот этот до майдана ну тогда сейчас понимаете как это были такие случаи приходит канал и там этот сам и там беседы были очень интересно ужасно как вам сказать я человек умный понимаешь это все это всего пендрёж болтовня потому что смотрите да действительно можно и многие люди вы знаете на майдане как заработали они сделали но как сделать вот там действительно человек очень правильно писал надо было просто ну как бы зацепиться не фантазировать что сейчас тебя там а эту действительно фантазии было очень много у меня действительно есть тоже масса ну журналистов которые почему-то посчитали что после майдана и там сделают супер-пупер никто ничего не сделал когда майдан вы были нужны после майдана вы не нужны а тут действительно ситуация следующая ему по большому счету в данном случае если вас так случится ну позже так случится что будете беседовать с политиком вас прогласить и будет там какие-то беседа вы должны у него попросить то что он может сделать ну в данном случае он народный депутат что он может сделать он данном случае мог помочь олежке встроиться в аппарат верховный рад сейчас немножко объяснять смотрите вы конечно время от времени слышать комитет верховный рад обсудил поругались там двери выше но это все чепуха каком смысле это все ну как бы на картинку вы же как понимаете что комитет доходит депутат нужно догадывать что депутаты ни черта не пишет ни черта не читает в комитете есть так званый но по служба аппарат который обеспечивает работу комитета ну исполнитель причем если депутаты меняется то аппарат остается ну вот этот исполнитель они в штате верховной рады получают зарплату слушать тоже есть масса нюансов но такая работа клетка но клерка вечного потому что сами понимаете без клерка уже комитет работать и будет этих людей очень много а пара довольно большой и вот в данной ситуации данной ситуации вот сюда можно было залезть и вот здесь бы если олежка попросил бы но сказал бы так типа ну ну тогда я можно ли мне для старта не может быть если бы это ну вот он конечно могут нити или действительно понимаете действительно позвонил бы помощник искал слышь там подыщи потому что смотри какая ситуация есть комитеты жирно и там конечно больше а есть комитеты но мало интересно но там тоже и принципе можно было бы засунуть ну залезть да да должность небольшая небольшая но понимаете в чем фишечка вот представьте вы работаете в аппарате это комитета тут все выборы перевыборы байданы крутится ну понятно что депутаты в комитет же ходят иначе что они же принимают решение и вы постоянно крутитесь даже вот тогда действительно можно ну как бы более-менее найти общий язык и или залезть помощником ну в зарплату или может даже сделать карьеру в самом-то комитете там же понимать к ситуации депутаты если обратили внимание время от времени комитета это меня то не разъединили это объединили это определили ну и там действительно мало того там же аппарат верховной рады тоже большой но мало ты знаешь аппарат верховной рады соприкасается с аппаратом офис президента или сейчас бывшая администрация и кабина и по большому счету она где-то крутится понимаете к ситуацию подготавливается документ комитете он проходит согласование каменье в офисе президента на соответственно понятно же не депутаты этим заниматься вмоляю значит вы как работник аппарата так или иначе контактируете с представителем тоже миссия камень или министерстве или в офисе пересекаетесь вот надо здесь залезировать там не залезировать там прошло там причем это текучка и вас уже была ту же знакомство уже сеть серьезно у меня есть знакомый которая так ну чтобы правильно поняли вот иллюстрация вы слышали он работал в министерстве а назвать не буду ну короче работал при азар да и работал в министерстве занимал хороший постик ну не министр как вы поняли вот когда начал с люстра он попадает под люстра ну другое что он делает он переходит на работу в администрацию и да действительно и сейчас крутится вот это тоже еще интересная ситуация меня вот так человек но тоже аппаратах рады получилось а он там подсуетился и начал работать профсоюзе верховная ну не председатель депутат весь народных так дальше он исполнить но ты шо такая классная работа зарплату же платят ну вы понимаете что вам платят во вторых в любом случае там понимаете есть всякие такие ну блатные вещички да он сказали коррупция ну как бы такая пол ну и там и там и там вот путевочку рвать себе за и кто же пол цены за одну копейку вы сами понимаете что когда делят можно себе поделить и так дальше вот это все работа то есть тут просто получилась ситуация что ну не подсенький шапка вот это очень часто вы ошибаетесь лет даже если так получилось что вы познакомились с человеком который принимает решение просчитайте что он может вам сделать что может помочь не надо ну как бы сразу фантазировать или какие-то нереальные вещи потому что очень часто ошибка большинства ошибка когда несоизмеримо несоизмеримо оцениваете свои возможности и ну как и свои действия должна выполнить какая ситуация если вы внимательно действительно сейчас посмотрите кто работал произвольщение владеет ну всяких там министерствах и сейчас вы видите что больше час работы до некоторые попере ходили поменяли что знаете так глаза не резать а мы и остались потому что там уже смотрите какая еще была ситуация тоже ты интересный нюанс но иллюстрация так дальше человека раз и он как бы да все сокращение так дальше а по закону по закону там же нельзя просто так вы иллюстрация то иллюстрации значит два месяца зарплату потом потом еще три месяца три месяца так дальше и он на это время пришел в громадскую рату при том же миссия причем в том же кабинете сидит том же абсолютно все то же самое но официально он не работа значит соответственно иллюстрация а потом после всех очередных ротаций полу ротации создает государственный комитет а государственный комитет так что тут такая ситуация ну если можно сказать так смотрите во служба она имеет свои плюсы минус я знаю массу людей которые пошли на службу попробую даже после майдана ну попнул залезли и поняли что ты не полностью потому что это довольно специфическая работа и честно говоря она не всем подходит со стороны кажется вот там коррупционеры госчиновники ребят во первых что выбрали занимать очень высокий пост мало того там очень часто вы не сами берете в команде знаете и это очень бывает сложно команда берет а вам мизер остается а ответственности несете вы больше такая тоже так что тут не так все просто ну и опять же ситуация любая госслужба она предполагает вот это лакейство и чина почитаю даже если вам этот человек органически не нравится ну приходится через себя переступить потому что очень часто приходится унижаться и преклоняться перед мерзавцем понимает что ссориться с этим мерзавцем опасно иначе для вашей карьеры это будет и такой очень часто вот это вот один самый болезненный момент того службы почему и никогда не благослужащий потому что но у меня знакомых довольно много который начиная через корчука и сейчас есть тоже которая работает при зеленском я вижу как они работают как они мучаются я так не так что такая ситуация вообще по большому счету действительно я понимаю что для них майдан в трагедии спорить не буду я вы знаете не то слово критиков экономику это действительно удар силы но действительно для некоторых это казался удачный трамплин особенно удачно казался для тех которые на майдан не бегали не удивляйтесь пережили а потом когда увидели кто победил начали дружить серьезно опять же такой пример был хотел даже про него рассказать сделать но он ладно не будет но опять же здесь этим человеком еще познакомиться опять же на на крупном столе познакомились но чтобы правильно поняли это был еще во времена да 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 и он там рвала металл за злочинного влада то есть он там выступал там ты более круглый стол боже чем-то был посвящен уже точно не помню но он выступал как представитель какой-то там общественной организации и поддерживал все решения азарова януковича так дальше и даже когда началось вот эти события но практически но не может не так часто но время от времени я с ним пересекался и он всегда выступал против майдана поддерживал злочинного да ну просто единственно не очень часто но на фейсбуке он был такой против желез а потом все закончилось получилась какая ситуация но то все закончилось но он такой малоинтересный и он попал в пул турчин я не знаю как он тазались честно вот как он тазались не ну то есть там покрою и знаете так неплохо а причем не общественно тогда было как бы за партия регионов где похоронил образовалась но общественно реализация за и пока действительно был как у той партии снега блан он там крутился и более-менее нормально сейчас сейчас не знаю где он делся ну просто я так понимаю что партии снега нет и ему не с кем крутиться тогда он действительно крутился и принципе используя как бы свои связи свои желания ну в общем то неплохо на этом заработал так что как видите не обязательно бегать на майдан чтобы сделать карьеру надо вовремя поздравить победителя вот это тоже играет немаловажно ну вот и все счет надеюсь внес лепту ваше образование понимание ну все остальное вообще по большому счету игру для если вы молодой полосил амбиции не действительно политическая карьера вот это воздух это интересно это действительно можно на этом шикарно рвать но если это действительно и в любом случае поймите в чем прелесть украины в россии это невозможно украине вы действительно можете это делать и вам не нужен поручить в россии это не работает в россии если вы даже пытаетесь стать задрыпанным депутатом или каким-то работником вас спрашивают кто за вас поручается то есть другими словами вам должен какой-то за вас поручиться погонах там депутат тогда брать этот акт и сложно в украине такого нет в украине такого не существует существовать не будет это тоже свой плюс то есть нет в этой такой иерархичность и по этой причине здесь действительно возможности больше но и специфики больше так что пишите комментарии и все наилучшего удачи вам